Не глядя на зиму, в Гомеле протягиваются капитальные ремонты жилого фонда. По словам будовников, отмолвной температуры значного вплыва на якость и темпы работ не оказывают. Иншая справа, что жихары этих домов не зауседы докладно ведают, что они отримают в вынику. Миновата у такой ситуации разбирался Олег Сентюров. Жилый дом по улице Молочука, 41, в Гомеле был подавлен в 1971 году. Неколи такие проекты были различены на 40 лет эксплуатации. Но этот термин явно затягнулся, поэтому проведение капитальных ремонтов в таких домах – житовая необходность. Напевно, эту ситуацию можно назвать избегом обставинов. Когда ранее заказчиками работ по капитальным ремонте жилого фонда выступали местовые, коммунальные, жилевые, ремонтно-эксплуатационные предприятия, то с початку этого года городская ЖКГ на передачу функций спотребився час, а початок, певный час, спотребивший и на подрыхтовку документации, удержавший будет нагляд. Эту затримку подрядная организация выкористала для властного обследования дома. В складе наиболее 40 годов тому документация не за счет, не отповидая рычаисности. Дом простоял 40 лет. Вот мы сейчас смотрим сети, которые находятся по подвальному, в каком состоянии. Ведь мы же обязаны жильцам не оставить их без горачей воды, без холодной. Мы обязаны, если отключили, значит в тот же день, к концу дня, и дать горачую воду, канализацию и все остальное. Для этого надо обследовать хорошо объект, скомплектоваться, ну и приступить и выполнить работы. Бодай наибольшь значное незадовольнение ЖКГ дома выкликла проводимая экспертиза межпандельных швов. У некоторых местах ее, с оправдой, выконали невельми якостно. У вынеку чего утворились и щелины. Миновата зимы ЖКГ связывают понижение температуры в квартирах и заявления, у некоторых помешканных цвили. Ранее, кажут, ей никого не было. Наш дом 71-го года, те дома все попозже строились. Их уже отремонтировали, все сделали, а нам как бы все никак, до нас все этот капремонт никак не дойдет. Хотелось бы, конечно, чтобы сделали хорошо, красиво, ну и чтобы нам было тепло. ЖКГ дома спосараются надеющие законодавства. Вот по видимости Заяким, как минимум за месяц до початка капитального ремонта повинен пройти огульный сход, а выказанные думки и пропановы повинны быть уличены в проекте ремонтных работ. Заказчик ничего сопротивления не мая, а лес постарается на то, что еще есть широкие пытания, которые необходимо выражать. Разум с ним конфликт можно было бы давно сгладить, когда людям просто расслабляли, какие работы проводятся зараз и каким будет кончатковый выник. Теперь такой огульный сход запланованный на ближайшую пятницу. Коммунальники вельми сподяются, после его проведения спрещенных пытаний станет меньше. На вопросы жильцов нужно ответить конкретно. Я не могу, проведя собрание, давать распространство информации. Она должна быть определена, с какого дня будет разрешение, там в паспорте дома. Вот вы видите, еще паспорта дома нет, потому что нет разрешительных документов, не определен пока технодзор, которые только-только сегодня определили. Вот это ряд организационных вопросов и не более того. И чтобы не будоражить наших жильцов и не доводить информацию, которая не соответствует, или потом опять собирать собрание и говорить, что уже другой будет кто-то, вот определимся, я думаю, на этой неделе будет проведено собрание. Олег Синчаров, Йогин Макеенко, телерадиокомпания «Гомель».